В эфире телеканала «Алмазный край» информационный выпуск программы «Панорама». В студии Анна Винокурова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Чистую воду людям. Алроса построила очередную станцию водоочистки в Верхневлевском районе. Профи-клаб. В центре подготовки кадров запущен новый образовательный проект. Жить становится лучше, жить становится веселее. В Накыне возвели новую спортивную площадку. В селе Харьялах Верхневлевского района, в котором проживает 880 человек, состоялся торжественный запуск водоочистной станции, построенный за счет Алроса. В мероприятие принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Все время население села обеспечивалось привозной водой. Две водоводки доставляли ее из реки Вилюй. Теперь вода будет проходить все степени очистки. Производительность станции 50 кубометров в сутки. Проект реализован в рамках республиканской программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы Улусов на 2019-2024 годы. Финансирование программы осуществляется за счет средств Алроса в размере 150 миллионов рублей. Только в 2019 году более 12 тысяч жителей Вилюйской группы районов Якутии будут обеспечены чистой питьевой водой. Была проделана огромная работа с целью создания водочистных систем в населенных пунктах вниз по течению Вилюя. В этом году в 14 населенных пунктах начали строить станции водоочистки. Из них 4 будут в Верхневилюйском районе. Это результат совместной работы местных властей, общественных организаций Алроса и республики. Хочу поблагодарить тех, кто принял участие в строительстве этого объекта. Экскаваторщику Нюрбинского комбината Александру Потапову за многолетний добросовестный труд в торжественной обстановке глава Якутии Айсен Николаев присвоил звание «Заслуженный горняк». В профессии Александр Ильич почти 35 лет. Впервые в кабину экскаватора он сел в 1984 году, когда устроился на работу в Кировский угольный разрез. Причем до этого никогда не имел дела со строительной техникой. Был рабочим слесарем-электриком, но однажды, примерив на себя профессию экскаваторщика, более с ней не расставался. В Нюрбинский ГОК компании Алроса он устроился в 2000 году. Мы поздравляем Александра Потапова с этим высоким званием и надеемся, что он будет трудиться еще не один год на благо компании и страны. В Алмазной столице в Центре подготовки кадров будет запущен новый образовательный проект «Профиклаб». Его участниками станут учащиеся в 8-10 классах школ мирного и близлежащих поселений. Во внеурочное время ребята будут знакомиться с алмазодобывающей промышленностью, а также смогут увидеть компанию изнутри. Для них будут проведены экскурсии по основным производственным объектам Алроса. 1 октября состоялась презентация программы, где школьники и их родители смогли задать интересующие вопросы. Как говорят организаторы, проект прежде всего нацелен на профориентацию учащихся. Программа должна помочь ребятам определиться с выбором профессии и познакомиться с деятельностью компании ближе. Уже 9 октября будет дан старт. Начнется образовательная часть программы. «Лучшие ученики профиклаба имеют возможность стать стипендиатами компании. То есть поступив в ВУЗ, они могут получать стипендию от компании на обучение. И в дальнейшем иметь высокие шансы для того, чтобы после окончания ВУЗа трудоустроиться в компанию». С 2017 года в Айхале успешно реализуется приоритетный проект партии «Единая Россия. Городская среда». В рамках этой программы выполнили благоустройство дворовых территорий по основным улицам поселка. Какие работы провели и сколько на это потрачено, расскажет Альбина Шарафиддинова. Раньше на этом участке у дома на улице Советская 13 межсезонья массу неудобств. Жителям доставляли большие лужи и кучи снега. Чтобы пройти к дому или рядом расположенным магазинам и не испачкаться было невозможно. За летний период проблемный участок общей площадью 1790 квадратных метров заасфальтировали. Благоустроили проезжую часть и тротуар. У каждого подъезда установили урны. Оборудовали и новые опоры освещения. В следующем году обустроят водоотводную канаву и завершат асфальтирование. Раньше, конечно, здесь была и грязь, и после снега весной на месяц тут было, конечно, похуже. Удобнее стало. Положили асфальт нормально, и паркуются машины теперь нормально, и не заезжают на тротуары. Сейчас дети катаются здесь на скейтбордах даже сейчас. В центре поселка на улице Энтузиастов-2 оборудовали небольшую зону отдыха. Установили лавочки и урны. На участке площадью 1250 квадратных метров заасфальтировали проезжую часть. Заменили газонное ограждение. На придомовых территориях высадили деревья. На эти проекты потратили 7 миллионов 750 тысяч рублей. Средства выделены у нас с федерального бюджета и республиканского бюджета в размере 4,5 миллиона. Каждый год в течение пяти лет будут выделяться вот такие денежные средства на благоустройство дворовых территорий. Остальное софинансирование осуществляет МОО поселок Айхал. Федеральный проект партии «Единая Россия. Городская среда» успешно реализуется в Айхале с 2017 года. За это время установили лавочки и урны на улицах Кадзова 1 и 3, промышленной 28, бойко 1. Модернизировали на придомовых территориях и уличное освещение. В 2017 году мы подали активными гражданами от своего дома заявку на участие в программе формирования современной городской среды. Провели общее собрание собственников в нашем доме и с 2017 года началась реализация данного проекта. Заасфортировали придомовую территорию возле нашего дома, установили лавочки и урны. Программа «Городская среда» рассчитана на 7 лет. На благоустройство дворовых территорий активные граждане подали 21 заявку. За время реализации проекта местная администрация силами подрядных организаций облагородили 6 придомовых территорий. В 2020 году планируется благоустроить придомовые территории на улице Кадзова 2 и Юбилейная 4. Альбина Шерифединова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Подходит к завершению уборочная кампания в Ленском районе. В этом году площадь засеянных земель сократили. 737 гектаров удалось собрать 7 641 тонну картофеля. Это 99% от общего количества посаженной культуры. Сейчас уборочная эстрада в финальной стадии. Крестьяне вышли на рубку капусты. С ними встретился наш корреспондент Вячеслав Пилипенко. Юрий Кузнецов занимается овощеводством уже 6 лет. Говорит, что в этом году картофеля почти в два раза меньше, чем в прошлом. Хотя количество клубней на посадку было тоже. Сейчас в районе финальная стадия сбора урожая. И, как обычно, последний сплей убирают капусту. Она уродилась на славу. Картофель около 5 гектар посадил. В этом году урожайность была не очень хорошая. В принципе, у всех крестьян было картофель крупно мало. Вот он был крупный, но его было мало. И вместо предполагаемых где-то 60 тонн, где-то получилось 37-38 тонн. Значит, капуста где-то 3,5 гектара. Я думаю, что тонн 30 с гектара я, наверное, уберу. На уборке задействованы всего 6 человек. За день они убирают и увозят в хранилище полгектара капусты. Планируют управиться с урожаем примерно к 10 числам октября. Говорят, работа несложная, нужно просто мысленно отвлечься. Тогда даже самое большое поле убрать можно быстро. Не сложно работать? Да нет, не сложно. Главное работать, тепло будет двигаться. До обеда мы, например, рубим, после обеда мы уже затариваем. То есть по кулям, по сеткам. Ну, в среднем, ну, куляй 30 на человека выходит. Уборочная кампания в Ленском районе продолжается. Крестьяне уже выкопали 7 641 тонну картофеля. Это 99% от плана. И 2321 тонну овощей – моркови, свеклы, капусты. Погода в этом году благоприятствует. И план по уборке выполняется. Сейчас сельхозпроизводители волнуют один вопрос. Как сохранить урожай и куда реализовать выращенные с трудом овощи? Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. В Удачинском филиале Мирненского регионального технического колледжа чествовали лучших из лучших по итогам прошлого учебного года. Отметили не только детей, но и родителей, а также социальных партнеров, оказывающие содействие в развитии и освещении жизни колледжа. Ирина Балкова продолжит тему. Лучший в учебе и спорте профессионал года и просто активист. На небосклоне Мирненского регионального колледжа в Удачном зажглись новые звезды. Ежегодно чествовать лучших из лучших стало уже доброй традицией. Это не только мотивирует студентов вести активный и здоровый образ жизни, но и привлекать в свои ряды как можно больше желающих. Анастасия Гончарова в конкурсе профмастерства среди будущих воспитателей стала победительницей и получила благодарность в номинации «Профессионал года». Нам приятно, что колледж заботится о том, чтобы наши труды не были напрасны. Нас награждает, мотивирует этим. И приятно, что студентов не обделяют вниманием. Отметили в этот день и социальных партнеров за активное сотрудничество и освещение жизни колледжа, среди которых и медиакомпания «Алмазный край», а также родителей и педагогов. Эржена Ункуева в конкурсе «Педагог года» среди преподавателей колледжа заняла первое место и получила заслуженную награду. С давних времен социальными партнерами МРТК филиала «Удачинский» являются представители компании «Алроса», где наши дети проходят практику. Также являются социальными партнерами администрации города «Удачного» и медиакомпании «Алмазный край». С каждым годом желающих получить рабочую профессию становится все больше. Студенты не только с интересом познают азы своей специальности, но и с удовольствием после окончания колледжа трудятся в «Алроса», воплощая полученные знания на практике. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Жизнь в Нюрбинском ГОКе продолжает меняться в лучшую сторону. Активная деятельность руководства комбината сегодня затрагивает все сферы деятельности этого огромного предприятия, в котором трудятся сотни работников. Очередное нововведение улучшило быт и времяпровождение персонала вахтового поселка Накын. О чем идет речь, расскажет Роман Муконин. Это съемки годичной давности. Работники вахтового поселка «Алроса» играют в волейбол на самооборудованной площадке. Требованиям она не соответствовала, но выбирать не приходилось. Теперь все изменилось. По просьбам трудящихся в Накыне построен современный спортивный объект на две спортплощадки. Люди занимаются активным образом жизни, занимаются спортом, играют в футбол, волейбол, баскетбол. Это повышает настроение. Люди занимаются свободное время после производства. В другой обстановке, так сказать, неформальной, спортивной. Коллектив общается, происходит сплочение коллектива, и людям это нравится. Это приносит хорошее настроение. Такие вещи, такие объекты нужны. Это не последнее нововведение в Накыне. Директор Нюрбинского ГОКа при поддержке компании разработал целую программу по улучшению вахтовой жизни своих работников, куда входит целый спектр различных улучшений. В соответствии с этой программой мы должны в течение трех лет заниматься ремонтом существующего жилого фонда, обустройством площадок, зоны прилета. Туда же мы включаем, чтобы в аэропорту должны соответствующие условия, также сделать ремонт дорог, закончить должны ремонт столовой окончательно, места для прохождения медосмотров предсменных и послесменных. Но и это еще не все. Скоро в Накыне появится современный тренажерный зал, и вдобавок к этому руководство ГОКа планирует построить корытую спортивную площадку для занятия спортом в зимний период.